Подробности. Прямо сейчас. 50 жителей Киева пострадали из-за того, что по столице Украины было запущено 10 таких ракет. Все они были сбиты, но, тем не менее, определенные дома и объекты, инфраструктура все-таки были поражены. Эти объекты, дома, жилые дома пострадали, но в основном от обломков сбитых ракет. И, собственно, вот уже мы видели кадры из Киева. Огромное количество поврежденных домов, пострадавшие люди. Кроме того, был еще такой аспект. Дело в том, что взрывы жители Киева сегодня ночью услышали раньше, чем звук воздушной тревоги. И, как пояснил представитель ВСУ Юрий Игнат, ракеты были запущены с наземных установок, а не самолетов. Поэтому их позже замечало ПВО. Соответственно, люди сначала слышали эти взрывы и только потом сигналы воздушной тревоги. Ну, вот, собственно говоря, как вообще живут жители Киева в условиях этих атак баллистическими ракетами? Именно такими ракетами были нанесены сегодня удары. Именно их сложнее всего заметить. И зачастую они попадают по городу до того, как успевают включиться сигналы тревоги. О том, как город выживает в таких условиях, нам сегодня рассказала жительница Киева Наталья Дуброва. Ну, ужасно, если честно. Ну, во-первых, началось все с того, что с утра вчерашнего дня у нас лег мобильный оператор основной, который в Украине, которым пользуются 20 миллионов абонентов. Киевстар лег, не было ни связи, ни интернета. Ну, то есть, только если ты в зоне Wi-Fi, то у тебя есть интернет, собственно, как и сейчас. Вот. И были такие разговоры еще в прошлом году, что это могут быть хакерские атаки на банковскую систему и на связь. Но в прошлом году этого не случилось. Ну, и, честно говоря, когда случилось вот вчера утром, я уже подумала, что к ночи что-то будет. Вот. Разница в чем? Вот почему такой обстрел и почему достаточное количество пострадавших в Киеве? Потому что это баллистика. Баллистика, она прилетает очень быстро. Иногда не успевают включить сирену, как и было в этот раз. Потому что если крылатые ракеты, вот, которые летят с моря, у вас есть там 40 минут, там, ну, не меньше 40 минут. Иногда час, иногда час 20, иногда час 30 они меняют курс. Здесь нет. Здесь, по-моему, кто-то мне сказал, минутой 6 секунд. С Брянской области летит ракета на Киеве. Я не спала. Это было где-то в половину третьего ночи. Я услышала большой такой взрыв и потом серию взрывов. Подряд, подряд, подряд. Вот. И потом включили только сирену. Только потом включили сирену. Связи нет по-прежнему. Ну, и вот я пришла на работу. У нас достаточно, я работаю в театре, достаточно небольшой коллектив. У нас всех сотрудников вообще до 100 человек. То, что я узнала на работе, у нас у женщины-костюмера выбиты окна, посыпалась штукатурка. Ну, то есть поврежден дом. Дом напротив нее, дома нет, пепел просто. Просто частный дом, и там пепел. Огромная воронка. И, значит, люди там в Израиле, по счастью, там не было людей. В Киеве 53 пострадавших. Еще я узнала, что у нас в театре работает бюллетер. Вот она из этих пострадавших, она в больнице. Ее всю в крови отвезли вот сегодня в больницу. Потом у нас женщина гримером работает. Ее сбросила с кровати. Это в небольшом коллективе. У нас сейчас в театре человек 30 находится там на данный момент. Вот из этих вот людей. Вот то, что я слышала, то я рассказываю. Ее сбросила с кровати. А где вообще упала ракета или ракеты? Насколько... Я слышал по словам Зеленского, что было 10 ракет, и они все были сбиты. Что в итоге было поражено? Насколько велик ущерб? Кто вообще и как пострадал? Что мы знаем на этот час? Ну, к счастью, если бы ракеты не были сбиты, конечно, ракета, если попадает в дом, это нет или полдома, или одного подъезда. И там много жертв, десятки жертв. К счастью, слава богу, у нас 53 человека пострадавших, там около 20 в больнице, насколько там я знаю, всех. И это левый берег. Это левый берег, и это недалеко от меня, это Гласиевский район. То есть там упали... Узли меня упал обломок. Обломок упал просто на дорогу. А вот на левом берегу, вот эта воронка, это, видимо, боевая часть, кусок боевой части ракеты. Вот из этого такая большая воронка, из-за этого снесло дом, по счастью, там никого не было. Ну и пострадали, конечно, дома вокруг. Это Деснянский район, это Днепровский район и это Дарницкий район. Пострадала больница на улице Алишеронова. И вот люди приехали оттуда, они видели. Там детская больница, морг и психиатрическая больница. Пострадала больше морг и главный вход в детскую больницу. Потом в детский садик. Перевернула машины, машины горели, прилетела в детский садик. Там никого не было, но детского садика нет, он разрушен. Затопление есть в районе Троещины, это тоже левый берег. Там тоже осколок попал в трубу. Ну, то есть вот такие вот осколки поприлетали. У людей по большей части, конечно, резаные раны. И я уже так поняла, вот у нас на работе говорят, не всегда успеваешь даже выскочить в коридор, вот когда баллистика, что лучше всего, конечно, если это ночь, накрываться одеялом, накрываться подушкой, чтобы минимизировать хотя бы осколки, которые летят неизбежно от стекол. Просто от стекол, потому что рефлекторно уже по привычке за два года ты выскакиваешь в коридор, этого можно не успеть сделать. Вот, и поэтому вот так вот люди друг другу советуют, вот что происходит. Ну и, конечно, все понимают, что было 8-го числа 8 ракет, сегодня ночью было 10, все понимают, что она может увеличиваться, и с какой-то периодичностью это будет повторяться. Как сейчас вообще следит жизнь в Киеве? Вот вы сами говорите, что количество этих ударов нарастает, к сожалению. В прошлом году мы помним, что была очень такая масштабная массовая атака России попытки вывести из строя энергоинфраструктуру Украины. Как сейчас живет столица Украины? Чего вообще люди ожидают в свете начинающейся зимы? Ну, ожидают, конечно, блэкаутов. По моим знакомым я знаю, что многие на успокоительных. Просто приняли успокоительное, поспали немного и едут на работу. Город живет так визуально. Если бы вы приехали в Киеве, вы бы не сказали. Нельзя подумать. Ну, не выспавшиеся очень многие. Кто-то лишен возможности работать, особенно удаленная работа. У кого это связано, допустим, с мобильным интернетом или привязано все под Киевстар, потому что и банковская система подвязана, банкоматы не работают некоторые, не работают терминалы. Но люди как-то выкручиваются, покупают другие сим-карты. Сейчас уже прошла информация. Вчера говорили, что связь будут восстанавливать неделю. Сейчас уже говорят, что сегодня, может быть, к вечеру будет связь. Потому что такая ужасная штука, когда, допустим, люди пострадали, и ты понимаешь, что это в этом районе, а ты им и позвонить не можешь. И люди, допустим, попали в больницу, они своим близким сообщить не могут никак. Потому что в больнице у персонала точно так же Киевстар у большинства. И поэтому, ну, и связи нет. Ну, это жуткая, конечно, такая история. Но Wi-Fi. Я вот сегодня выяснила, что у нас в метро работает Wi-Fi, и на Майдане независимости достаточно неплохой Wi-Fi. Вот оттуда я вам, собственно, и писала. Потому что так уезжаешь из дому, у тебя интернета нет, связи нет. Ну, и вакуум какой-то информационный. Вот. И, конечно, люди так стараются держаться. Но обстановка, конечно, взнервленная, потому что понимают, что это, в общем-то, начало. Ну, это понимают все. Наталья Дуброва, жительница Киева, рассказала нам о том, как прошла эта ночь в Киеве. Город подвергся сегодня очередной атаке со стороны России. Было пущено 10 баллистических ракет. Я напомню, что баллистические ракеты – это наиболее сложные для уничтожения вообще снаряды. Их может сбивать из того оружия, которое есть в Украине, только комплексы Patriot. У Украины 4 комплекса Patriot. Вот президент Зеленский как раз в эти дни находился в Вашингтоне. Он проводил переговоры с Джо Байденом и пытался в Конгрессе сдвинуть с мертвой точки вопрос поставок вооружений для Украины. Этот вопрос сейчас довольно сильно заморожен из-за внутренних противоречий внутриамериканского парламента. И вот, в частности, они очень много обсуждали, собственно, что Украине именно этой зимой требуется большое количество средств ПВО, чтобы противостоять подобным атакам, которых, вероятно, будет еще больше. Ну и также Зеленский прокомментировал то, что произошло сегодня ночью. Он сказал следующее. Как только мы вчера с президентом Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна террориста продемонстрировала, насколько важно это решение. Но вообще, мне вот последние дни попадались фотографии такого предпраздничного Киева, украшенные центральные площади, то есть, ну вот, несмотря на то, что идет война, как-то пытались городские власти порадовать своих жителей. Очень красиво, елки, разные огоньки. И так вот Киев выглядел буквально вот еще вчера, до того, что произошло сегодня ночью. Сегодня те фотографии, которые мы получаем из Киева, ну это уже совсем другой город. Ну, Наталья вот говорит, там есть, был небольшой кусочек ее интервью, который не вошел. Она сказала, что в целом, когда ты оказываешься сейчас в Киеве, ты можешь даже не понять, что в городе война, что центр города по-прежнему сияет, и вот это то, что ты говоришь, гирлянды, это все присутствует. Но она говорит, что очень сильно увеличилась нервность и озлобленность людей, и они стали вести себя гораздо более резко. В частности, в социальных сетях это все выливается в какую-то агрессию. То есть, просто люди устали, люди очень, ну, это выматывает. Они живут в ситуации постоянной угрозы жизни на протяжении полутора лет. Это невозможное давление и прессинг. Страшно себе представить, оказаться в такой ситуации. Уже почти два года. В феврале будет два года, да. Продолжение следует...